Меня зовут Александр, я вначале забыл представить вас. Обычно тренд сезона – это новый андроид, но в этом году тренд сезона – это не новый андроид, это новый Firebase. Google очень сильно акцентирует на ней внимание, потому что, как видите, в прямом смысле слова – это просто огонь. Совместная работа Firebase и Google началась где-то в 2014 году. Тогда Firebase была просто облачной NoSQL базы данных, основанной на JSON. По сути, представлял собой набор REST-сервисов, которые реализовывали облачную базу данных, механизм аутентификации и хостинг. Вот так это выглядело в 2014 году. И именно в этом году Google приобрел Firebase, и два года они вместе с командой Firebase совместно превращали ее в нечто большее. Как выглядит Firebase сейчас? Это набор из 15 продуктов, объединенных аналитикой. Я попозже расскажу потом подробнее о каждом из них. То есть, в целом, каждый из этих продуктов может быть использован по отдельности и в совокупности с другими продуктами, независимо, по сути. Все они интегрированы в аналитику и используют ее в своей работе. Сейчас я немножко расскажу про каждую из них. Начнем с продуктов, предназначенных для разработки. Первый из них — это та самая реал-тайм база данных, с которой все началось. Это облачная NoSQL база данных, которая находится на серверах, и доступ, который может быть реализован через Firebase API. Она синхронизируется в реальном времени и может быть доступна для любого девайса. То есть, к ней может быть доступ с Android, с iOS и, соответственно, с Web через JavaScript. При этом она также может работать P-оффлайн. То есть, если вдруг в процессе работы связь прервалась, то приложение будет проводить работать на тех данных, которые остались в кэше. Причем транзакции тоже будут сохраняться в очереди. И после того, как связь установлена, незаметно для пользователя все транзакции завершатся, все данные обновятся. Так, что я вообще хотел здесь сказать? А, ну, посмотрим. Доступ, соответственно, к этой базе данных можно еще получить через Firebase консоль. И интегрировать в свое приложение, ну, я, например, Android-приложение показал, можно сделать три клика. Просто мы создаем новое приложение Firebase, пишем имя, выбираем, что мы собираемся интегрировать в Android. Потом вводим ключ безопасности, безопасности вашего приложения. И Firebase вернет некий JSON, который мы подкладываем в наш Android Studio проект. И вуаля, база данных присоединена. С ней можно начинать работать. Работать достаточно просто. Причем, собственно, не нужен никакой backend. Все данные уже сразу нужно вкладывать, брать и использовать. Вот так выглядит консоль при работе с базой данных. Наверное, не очень хорошо видно, да? Но садила в столбце, у нас выбрана вкладочка база данных. И, соответственно, две таблички. Одна показывает саму JSON базу данных. А вторая рулы, права, правила для доступа на чтение и на запись. То есть права задаются неким JSON, который такой JavaScript подобный. В общем, там задается по ноду нашего дерева правило на чтение и правило на запись. Можно учитывать различные токи на аутентификации. Там как имид пользователя, доступ к этой ноте конкретно на запись, конкретно на чтение и так далее. А здесь, соответственно, сама база данных. Тут сделан скридшот примеры, который я быстренько на коленке написал для этого выступления. Это небольшой чатик. То есть просто в базу кладутся некие месседжи. Имя пользователя, ссылка на его юзерпик и сообщение. Здесь не очень видно, но одну запись я добавил руками прямо в базу данных из консоля. А вторую чисто вложение. Это видно по нижнему записи, но мне, конечно, плохо. Второй продукт предоставленных абазин – это механизм аутентификации. Он реализован достаточно плотно. То есть мы можем использовать аутентификацию через Google аккаунт, через Facebook, через GitHub, через Twitter. Можем реализовать свой механизм через login, через email и пароль. Можем написать кастомный аутентификатор, используя какой-нибудь готовый механизм. Например, ВКонтакте какой-нибудь можно теоретический перейти. Можно анонимный доступ. Причем, если человек захочет анонимный доступ, то его ID-шник предъявится динамически, но некоторое время сохраняется данным. Если он потом авторизуется, то все то, что он вводил, переведется на его авторизованную запись. Соответственно, так выглядит в консоли доступ к аутентификации. Здесь мы можем на верхнем скриншоте включать и выключать различные механизмы доступа. А на нижнем он нам уже показывает те пользователи, которые были когда-то сервизованы и содержат информацию о них, которые можно использовать при работе и, соответственно, в рулах для доступа к данным. Вот, собственно, скриншотик приложения. Его можно сейчас вернуть в Google Play и переписывать со мной. Соответственно, никаких ограничений нет. Просто авторизуешь, запишешь, все-все видят. — А у вас спикеру можно задать? — Да, конечно. — Через это его нет? — Теоретически можно. Если спикер возьмет телефон, он будет смотреть. Следующий продукт предоставленный Firebase — это хостинг, механизмы хостинга. Это, по сути, некий фреймворк, который позволяет использовать JavaScript, разрабатывать некие веб-приложения, которые сразу хостятся на серверах Firebase. Предоставляется домен третьего уровня firebase-app.com. Соответственно, сразу включены механизмы шифрования и CDN для того, чтобы не было заметно, что сервера где-то в Америке находится. По всему миру скорость доступа примерно одинаковая, потому что сидят расстреливаются. Можно, конечно, использовать свои номерные имена, интегрировать, необязательно firebase-app.com. Механизм сторожа. Если мы в своем приложении, независимо от того, веб-приложении Android или iOS, используем какой-нибудь контент, картинки, видео, можно их сразу ухранить на серверах Firebase. Доступ к ним также можно примечен через ровный доступ. Можно выкладывать их через интерфейс консоли, можно выкладывать их через RP. Мне тут намекают, что надо поторопиться, поэтому вы говорите быстрее. На механизме Cloud Messaging, сейчас он называется Firebase Cloud Messaging, то, что раньше называлось Google Cloud Messaging, они решили, что этот механизм теперь не Google, а теперь это Firebase. Но можно использовать его по-стару, можно использовать его по-новому. По сути, это механизм доставки сообщений, как идентификации, так и сообщений с данными. Подробно можно спросить меня попозже. Механизм Remote Config — очень интересный механизм, который позволяет задавать некие переменные на сервере, которые потом использовать в различных приложениях и менять их онлайн прямо на сервере, и они автоматически синхронизируются и меняются в приложении без обновления версии. Например, некие параметры, тема экрана. Я делал примерчик. Название написано кнопки через переменную в Remote Config. То есть она была Send, я меняю на Отправить, и автоматически приложение сразу меняется на Отправить. Причем на конфигурацию Remote Config можно задавать не для всех своих устройств, а выборочно для аудитории. Про аудиторию чуть попозже будет в аналитике рассказано. То есть можно дифференцировать своих пользователей по признаку, по половому, по территориальному, купил он приложение, не купил, iOS или Android, и задавать им разные значения. Это, по сути, можно делать в любом продукте, который интегрирован с аналитикой. Очень классная штука – Test Lab для андроида. В общем, если не хочется нанимать тестеров, то можно нанять в Google. То приложение можно протестировать на реальных устройствах, которые находятся в Google дата-центре. Он прогоняет тесты, которые написаны вами. Если тесты вами не написаны, он пишет их сам автоматически, как называемые робот-тесты. То есть он создает карту ваших activity. А этот работает только для андроида. Он создает карту ваших activity и использует все возможные UI-действия, которые могут совершить пользователи. Записывает из этого видео, потом показывает вам логи, это видео и так далее. Но есть один нюанс. Эта штука только платная. Бесплатно она не работает. Условия платности и бесплатности Firebase я расскажу в конце. Crush and Potting. С помощью этой штуки можно анализировать все ошибки, которые произошли в вашем приложении, если вы интегрировали на Crush and Potting. Прямо онлайн можно смотреть аналитику, полный степ-трейс, группировку по различным аудиториям, по различным типам ошибок и так далее. Просто анализировать. Обратите внимание, что это каждый продукт независимый. Вам не обязательно использовать базу данных Firebase, чтобы юзать, например, Crush and Potting, что мы приложили. Дальше продукты, которые предназначены для роста аудитории, соответственно. Динамические ссылки. Эта ссылка сформирована один раз, но содержимое, которое внешний таргет может меняться в зависимости от того, где она открыта. Например, на iOS он зайдет в App Store, в Android, на Google Play и так далее, в Web или еще куда-нибудь. И рассылаешь всем одно и то же, а получают все разные. Тут картинка, как создавать динамическую ссылку. Inviter. Механизм, основанный на динамических ссылках, который позволяет реализовывать даже в своих приложениях приглашения другим пользователям, которые тоже, соответственно, открываются в зависимости от того, где вы их открыли, и как, и кто. Это пример стримшота, как я приглашаю Дмитрию Стимову установить этот чат. Он получает короткую письмо «Установить эту приложение», где идет динамическая ссылка на флеймаркет. Интеграция с AdWords. Он позволяет включать к проекту Firebase все AdWords аккаунты и свои, и работать с ними для аудитории. Нотификации. Это механизм, основанный на Firebase Cloud. Вижу, вижу. Не уберусь, спасибо. Можно мне плюс три нынчика? Основанный на Firebase Cloud Messaging, который позволяет прямо из сервера отправлять сообщения пользователям по разным аудиториям, соответственно. Надо отправить ребятам, например, в Канаде, что «Привет, канадцы!» или «Россия», еще что-нибудь. И если приложение находится даже в оффлайне, в бандграунде, сообщение все равно появится. И вот так это выглядит. Слева картинка как его формировать и отправить. Ну и, соответственно, можно это делать еще и с приложениями, не обязательно и с консоли. AppIndexing. Механизм, который интегрирует AppIndexing в приложение для того, чтобы механизм Google Search по поиску по определенным словам сразу выдавал ссылку на Play Market, на App Store и так далее. А если приложение уже установлено, то, соответственно, на приложение. Ну и механизм для зарабатывания. Это AdMob by Google, который позволяет, соответственно, легко вставлять виджеты с рекламой в приложение для покупок InApp и так далее. Видео, просто баннеры и тому подобные вещи. Все динамически генерируется и очень легко вставляется через Firebase. И, наконец, аналитика. Сердце, так сказать, Firebase. Аналитика предоставляется совершенно бесплатно и неограниченно. Вот это я очень большой плюс. Просто подключив к своему приложению, вы сразу получаете кучу аналитической информации. По типу пользователей, по покупкам, по территориальным признакам. Тут очень много вкладок. Время поджимает, соответственно, если какие-то вопросы, можно потом отдельно говорить. И также будет статья при решении на хабринге, где подробно рассматриваться. Ну и можно почитать на сайте Firebase по-английски. Тут несколько скриншотов проводится с аналитикой. И, наконец, условия. У нас есть так называемый Spark-вариант. Он бесплатный, но… Нет, самому тоже видно. Что он позволяет? Он позволяет 100 одновременных подключений к базе данных. 1 гигабайт загрузки. 10 гигабайт вируски. Так что у нас вот так вот… Еще ничего не видно. Ну, в общем, у нас нет тест-плава. Нет интеграции с другим клаудсом. Нельзя включать различные услуги, типа BigData, BigQuery. Потом есть средний вариант Play. Он, по сути, представляется то же самое, что и бесплатный вариант, только чуть-чуть пошире. Больше гигабайт, неограниченное количество подключений и так далее. Стоит он 25 долларов в месяц. И полный вариант, он стоит зависит от того, сколько данных вы используете. То есть, у вас есть там 10 пользователей, ну, соответственно, платите за объем информации, которые платят 10 пользователей. А если у вас миллион пользователей, соответственно, платить надо гораздо больше. Но, вместо миллиона пользователей получают денег значительно больше. Вот они рассчитывают именно на это. Чем больше у тебя пользователей, тем больше у тебя денег, тем больше ты сможешь заплатить тебе. Вот, собственно, все. Тут ссылочки на документацию, на CodeLav и на проектик в GitHub. Вопросы? Ну, классно же, скажите, классно. Вопрос, что касается региона. Деграция. А, ну, может, умеется, мы знаем, ну, только не с тебя, а с тех, кто не там рекламирует. А, вот, крыш-аналитик. У меня так получилось, что у меня приложение, которое я работаю, оно на C++ написано. Какие у меня шансы с этой штукой? Ну, как обычно. Ну, на самом деле, там есть какие-то возможности работать с C++ файлбэкзом. О, файлбэкзом. Вот, сейчас я не скажу, потому что по C++ не читал. Но там можно какой-нибудь обычный exception? Нет? Зачем мне C++ и exception? А IOS там поддерживает? IOS поддерживается. Крашный корк поддерживает и IOS. Ну, в IOS он выкидывает только Fatal Error, а в Android и Fatal, и там Fatal. Какой вопрос? Первый. Сколько удовольствий добавляет в Pk? Ну, я чатик накидал. Весил он, Pk-шка весил 2 метра. 3, да? 2 с чем? Циферки. Ладно, второй вопрос. У нас ремонт-конфиг, который позволяет, там, в том числе, красный. На метрике можно выставлять? Это же все, по сути, пробой тестировали, чтобы можно было на один юзер показать зеленый, на другий красный, и посмотреть, кто чаще там нажимает «купить». То есть, это все в ту аналитическую инфигурирует? Разумеется. Есть целый виджет по ремонт-конфигу, который можно конфигурять и смотреть. То есть, имеют ли все эти правила? В ремонт-конфигу есть такое ограничение, там, если не ошибаюсь, можно иметь только 250, сейчас скажу точно, как у меня записано. 2000 параметров по 256 символов, не больше. И чтобы суммарная длина всех параметров была не больше, чем 500 тысяч символов. Вот, как-то так. Ты, когда выступал в Mountain View, ты очень активно обманчивался, поэтому, если активно запихивали, ему никогда не портишь. Сегодня ты обошелся без мата. С чем, как бы, связаны перемены? Видимо, оффлайном. Я вытекаюсь только онлайн. Ну, на самом деле, я все доступен, если какие-то вопросы возникнут, пишите. Все, ответим. А кто у нас там дальше?